Всем привет! Продолжаем изучать Spring. Перед вашими глазами сейчас страничка, которую вы уже видели очень много раз. White Label Error Page. То есть Spring, когда у нас происходит какая-то ошибка, неверный запрос мы делаем, то есть Spring нам организует некий White Label Error Page, на котором он нам указывает время, тип, ну и различные No Message Available, да? И также... Так, здесь просто ошибка. Здесь просто ошибка, несуществующий ресурс. Но если бы у нас была бы... Так, html, скала... Я перебиндил. Окей, вот внутренняя ошибка, и здесь у меня должна быть простыня. Вот, вот этот stack trace стандартный, и какой exception был выкинут? Юзеру, конечному, мы вот это делать, показывать вообще не хотим. Ведь так? Мы хотим либо какую-то общую страничку для всех ошибок отобразить, например, или конкретизировать под конкретные ошибки. Вот у нас здесь ошибка 500. Error status... Status html кода... Tax... Я надеюсь, что вот эти вот ошибки, bad request, вы знаете. Если кто не знает, вот и идёт и гуглит. Самое популярное это 404. Не найдено. Если вы используете интернет больше, чем один... Ну ладно, больше, чем месяц, вы хотя бы раз должны были столкнуться с такой ошибкой. Но, 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 вот вместо того, чтобы отдавать вот то, что нам Spring по дефолту предоставляет, мы можем ему, юзеру я имею в виду, отдать то, что мы сами нарисуем. Не спринговский вот этот white label, а именно то, что мы нарисуем. Как это можно сделать? Так, я продолжаю работать с Kotlin, но в данном случае это, это совсем не важно. Вы можете где, где хотите. Где хотите. Значит, смотрите, мы идём в наш, в наш template. И, 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 и создаём там следующую страничку. Error, error. И, допустим, error. Вот если мы здесь посмотрим, то у нас есть, отобразился каким-то образом, код, тип ошибки. То есть, к чему я иду. Вот на этой страничке, на самом деле, у вас будут доступны некоторые, как их назвать там, некоторые объекты, чтобы вот это всё конкретно отображалось. Давайте продемонстрируем. Например, я сделаю всё очень по-простому. Я сделаю текст, и, допустим, статус, ага, error. Статус, error. Можно ещё сделать exception. Если он не равен нулю, если не равен нулю. То есть, вот этот exception. Поэтому давайте. TH if. Как там у нас было? exception не равен нулу, то мы, собственно, отобразим этот... Так, пропустил здесь. Exception. Вот. Exception. То мы отобразим его. Можно также отобразить вот этот stacktrace. Этот stack... Stacktrace. Давайте отобразим его тоже. Так и пишем. Trace. И здесь пишем trace. Trace. О-кей. И ещё у нас есть объект, объект message. Сообщение. Давайте всё это дело запустим, и посмотрим, как теперь у нас отображается страничка. Вот наша страничка. Ой, мы подняли. Сейчас мы хотим посмотреть, что вылезет. Давайте посмотрим, что вылезет. По идее, мы ожидаем нашу страничку кастомную. Так. Ошибка 500. Internal Error. Index 0. Size 0. Это message. Это message. Так. Опять здесь у меня... Подключила. Так, где это? У-у-у, как много всего. Вот. Вот это message. Ошибка. То есть, Error. И статус. Статус у нас 500. То есть, сервер вернул нам какой-то ответ со статусом 500. Ещё раз рекомендую. Изучите эти статусы. Основные вы должны знать. Вот, железо знать должны 200. 300 redirect. Ошибка клиента все на 400. Ошибка сервера это 500. Вы хотя бы должны группы знать. И некоторые из них основные. Ок. Но почему-то у меня не отобразился stacktrace и exception. А почему он не отобразился? Потому что нужно задать дополнительные поля. Нужно задать дополнительные настройки. Server. Error. И... Смотрите. Server.Error includes never, да? А мы изменим на always. Server. Error. 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 Где у нас except? Вот. Exception. И мы true. И теперь давайте перезапустим это всё дело. И посмотрим. Всё то же самое. Сейчас тот же самую ошибку сделаем. Так. Запустили. И смотрим, что у нас сейчас вылезет. О, то же самое. А почему то же самое? Непонятно. Почему-то не вылезет stacktrace. Я ожидал вот эту простыню вот там. Непонятно. Если не равен нулу, то вывожу exception trace. Trace. Непонятно. Ладно, оставлю это пока. Пока я это оставлю. Смысл в том, что мы уже получили страничку, когда серию что-то... С ним что-то не так. Не тот white label, который нам всё время Spring показывал. А именно то, что мы хотим. Дальше. Помимо вот этих двух основных настроек, у нас есть ещё две настройки. Error. Это путь, в котором мы складываем наши ошибки, наши странички по конкретным ошибкам. То есть, которые соответствуют какому-то коду. Так. По дефолту... По дефолту... Ну, давай. Это у нас папочка Error. Мы... Окей скажем. Почему нет? Зачем нам менять особо? Придумать свою иерархию, когда нам уже всё придумали. И есть ещё третье. Это... ServerError. WhiteLabel. Enable. То есть, то, что вот нам по дефолту мы можем отключить. Окей. То есть, явно прописать. Хотя мы уже создали нашу страничку. И уже всё... Мы всегда перенаправляемся теперь на Error. Но! Можно явно это теперь задать ещё. Теперь давайте создадим вот здесь страничку. Ой, для начала директорию, как нам советовали Error. И в ней мы создадим... 400... Да-да. Именно вот так вот. 2x. То есть, любая ошибка, любой ответ, который на 400, будет реагировать по этой страничке. Допустим. Так. Error 400. Давайте создадим... 400 это у нас ошибки юзера. И давайте я сразу создам страничку ошибки сервера. Вы можете конкретную ошибку вот так вот, да? Допустим, ошибку сервера 500. То есть, вот ошибка сервера 500. Давайте отобразим её. А можете вот так вот, через иксы. Так. Здесь нам доступны те же самые объекты... То есть, статус, Error, Message. Не совсем понял, почему Exceptions с Trace не срабатывает. Ладно. Но-но-но-но. Статус у нас доступен. А, давайте я только... Вот так вот сделаю. И здесь... We have problem... We have problem... We have problem... 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 We have problem... На нашем сервере. И давайте всё это дело запускать и смотреть, как у нас всё это отобразится. То есть, сейчас вместо... 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 Вм... Вот той стандартной, скажем так, общей, у нас... Мы это... Желаем увидеть... We have problem... Поехали. We have problem... Вместо... 500 ошибка и сообщение. То есть, ошибка на сервере. Давайте создадим несуществующий путь. То есть, это ошибка юзера. И ошибка, она... На... 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 400. Допустим, он... Request... Мадрид... Error 400. You do something wrong. Wrong, wrong, wrong. То есть, вот таким образом вы можете обрабатывать ошибки. Таким образом вы можете создавать странички. Очень удобный, легкий интерфейс вам Spring предоставляет. То есть мы создаем странички с конкретными ошибками, первое. Второе, мы можем создать одну общую страничку. У нас доступны следующие property, то есть tag trace include, exception include. Вот почему-то не отобразилось, не совсем понял. А white label это та дефолтная страничка, которую мы всегда видели до этого. Ее можно включать, отключать. И здесь еще доступен путь, то есть мы можем указать путь, где у нас склад этих страничек, которые отвечают за ошибки. То есть server. Вот. И на каждой страничке у нас как минимум доступны вот эти статус error message. Статус error message. Не понимаю, почему эти-то статус error message недоступен. Так. Дайте я это дело скопирую. Если exception не равен новому. Exception я включил. Непонятно. Ладно, в конце концов, stack trace и exception нам не обязательно юзеру показывать. А вот статус. Можно показать. Так. Вот наша ошибка. HTML. Выхая проблема. Выхая проблема. Выхая проблема. Все же не понимаю. Выхая проблема. Выхая проблема. Не понимаю почему. Почему в этот stack trace не выводится. Ладно. Надеюсь, вы разберетесь. Не буду сейчас разбираться с этим. Вот такой вот у нас есть очень простой механизм. Изучайте Spring. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok